В Одесской области ощущается острая нехватка кадров в медицинских учреждениях. В районных больницах попросту нет персонала. К решению этой проблемы подошли уже старым проверенным методом – ярмаркой вакансий. Итак, что предлагали молодым специалистам и чем завлекали на работу? Измаил, Арцист, Арутина, Татарбунары. Главврачи районных больниц прибыли сегодня в Одессу в поисках сотрудников. Каждая больница представляет свои условия и возможности. Множество стендов с информацией об учреждении. Выпускники-медики знакомятся, узнают и уточняют о правилах приема на работу и условиях. Сегодня ощущается очень большой контраст между количеством потребностей в кадрах как в городах, так и в районах. С другой стороны, выпускники высших медицинских вузов зачастую не знают о тех возможностях, которые сегодня предоставляют лечебные учреждения региональные. Для большинства молодых специалистов после получения диплома становится главным вопрос, куда пойти работать. Попытки найти самостоятельное решение этой проблемы зачастую заканчиваются ничем. Интернатура, конечно, помогает, но надо ведь найти и постоянное место работы. Очень много ребят грамотных, которые действительно хотят помогать людям, которые действительно выбрали эту специальность не просто так, потому что по одной или другой причине. Дело в том, что молодежь согласна ехать даже в районы, в села ехать. Анестезиологи, акушеры, стоматологи и хирурги. Каждая районная больница нуждается в тех или иных специалистах. Многих выпускников пугает аспект переезда, но большинство больниц находятся не так далеко от города. И ездить из Одессы на работу в районную больницу вполне возможно. Чтобы вы посмотрели, молодые специалисты, что есть больницы и очень недалеко от города. Мы, допустим, находимся по Киевской трассе 60 километров. Это очень близко от города. Пожалуйста, можно у нас приехать, работать. Ни один из пришедших студентов не уходил без буклет или контактной информации. Некоторые уже даже на месте сразу решали место своей дальнейшей работы. Так что, может, уже вскоре молодое поколение сможет полностью убрать проблему с дефицитом кадров в медицинской сфере в нашей области. На смену МРЭО пришли сервисные центры, а на смену старым теоретическим тестам на сдачу прав новые. И это, как предполагается, должно оптимизировать задания и сделать их удобнее. Что же будет на самом деле? Перед введением новых тестов они были представлены на суд общественности. За два месяца их прошли более 100 тысяч раз. И благодаря критике и замечаниям пользователей в проект было внесено ровно 800 поправок. А с 1 июля экзамены уже проводятся по новым правилам. Сейчас любой человек может зайти на головной сервисный центр, зайти и потренироваться. То есть выбрать себе вопросы, порешать их, проверить свои знания. То есть это намного легче. Даже ходя на курсы, прийти домой, зайти на сервисный центр и потренироваться. Время, выделенное на прохождение теста, 20 минут. А допустимое количество ошибок – 2. Третье уже означает провал. Правда, отчаиваться не стоит. Можно пойти домой и через 6 дней попробовать сдать снова. И это может повторяться в течение целых 10 лет. Правда, даже за этот срок наизусть вопросы никто не выучит. Ну, конечно, соответственно, таких же вопросов не будет, так можно выучить. Ну, плюс, соответственно, количество вопросов, более 2000 вопросов. База сама их себе формирует каждый день. Составляет, ну, в каком порядке она выбирает. Какое количество, какие вопросы. Вопросы в тестах разбиты на 4 категории. Правила дорожного движения, строения транспорта, основы безопасности на дороге и первая медицинская помощь. Иллюстрации к тестам стали более яркими и понятными для пользователей. Но главное нововведение – теперь при сдаче на права определенной категории вопросы будут исключительно по ней. Если раньше человек садился сдавать экзамен, и там включались вопросы по всем категориям, то сейчас, если человек получает водительское удостоверение только на B категорию, то вопросы, соответственно, идут касающиеся этой категории. Если он открывает там высшие категории, то уже будут дополняться вопросами по высшей категории. Стоит учесть, что при реальном прохождении теста, как и на сайте, будет доступен лишь один язык – украинский. Желающие получить права должны быть довольны, ведь перед экзаменом можно проверить свои знания. А если вдруг не получилось, то вас с радостью встретят через шесть дней. Многоквартирный жилой дом с ЗАГСом или новая церковь. Что же все-таки должно быть на спорном участке земли в Белгороднестровском? Ответ дал Одесский апелляционный административный суд. Под зданием апелляционного административного суда настоящий ажиотаж. Представители общественных организаций духовенства пришли на очередное заседание по делу об отмене решения Белгороднестровского горсовета о выделении земли под строительство церкви, относящейся к Киевскому патриархату. Активисты считают, что церковь все же должна быть. Решение о выделении территории под церковь депутатами Белгороднестровска было принято меньше года назад. Даже проект утвердили. В день Конституции в торжественной обстановке заложили первый камень и начали строительство. Появились прихожане. А теперь все хотят отменить. Священнослужители не понимают, как такое возможно. Много таких патриотов, которые едут в зону АТО, приходим, мы служим в молебне. Когда возвращаются, мы также дякуем Господу Богу, что они повернулись живыми. И с того времени, когда в Белгороднестровскому появилась украинская церковь, слава Богу, нет ни одного загибшего. Но начать заседание вовремя не удалось. Судьи опоздали почти на час. Чтобы немного скрасить время ожидания, активисты даже стали петь украинские песни прямо в зале суда. Когда же заседание все же началось, представители сторон Белгороднестровского горсовета и компании-инвестора начали выдвигать свои доводы. Суть проблемы в следующем. В 2008 году депутаты выделили этот же участок земли инвестиционной компании «Мегаинвест» для строительства ЗАГСа. Но вот только новые собственники не торопились оформлять все необходимые документы и согласовывать проект строительства. В результате решение утратило силу еще в 2010 году. И на очередной сессии в 2016 году было принято решение передать эту же землю на строительство храма. Земельная делянка, вы на все это сами решили, в 2017 году, в 2008 году, мы подсоединяемся. Такая тракта до чинности. Это на основе эпоха вы намагались разобрать проект земли острова. Еще одно вопрос. А почему вы считаете, что вам не завершено разработание проекта земли острова, который вы нададали? Вы нададали копии документов, которые, ну, я рабочим проектом, не місцем не дать початку разработки, не дать закончение разработки. Тем не менее, сторона ИСЦА настаивала на том, что территорию отдали незаконно, и компания-инвестор до сих пор имеет на нее право. Выслушав обе стороны конфликта, судьи удалились в совещательную комнату на несколько минут. Когда же заседание продолжилось, и пришло время выносить вердикт, весь зал замер в ожидании. Из-за участия третьей особой религийной громады Свято-Покровской парафии Украинской Православной Церкви, Киевского Патриархата, Министа Белгородио-Днестровской, Одесской области, правоознание направлено по скасованию решения, ухвалыв. Аппериционную скорую товарищу за обмеженную дальности НК «МЕКО-ИНВЕСТ» Заложите без задовольния постановку Белгородио-Днестровского и Минского райисуда, Одесской области, в дат взрыве на 3-е 18-е року, без измен. Такое решение активисты духовенства приняли овациями и аплодисментами. Новой церкви Киевского Патриархата все же быть. Так что все преграды позади. И теперь настоятель храма уверен, уже в скором будущем его двери распахнутся. И он примет всех желающих прихожан. Случайное знакомство в интернете порой может привести к непоправимым последствиям. Ведь виртуальные друзья и знакомые в реальной жизни могут оказаться убийцами. В погоне за счастьем молодая женщина воспользовалась популярным сайтом знакомств. Едва ли она могла представить, чем это обернется. Познакомившись с мужчиной, они договорились о личной встрече. Позже отправились за город, где и случилась беда. Мужчина вместе с подельником обокрал и убил женщину. С целью завладения личным имуществом выманили за территорию города, где, к сожалению, убили. Труп закопали на территории одной из лесопосадок Одесской области. Добычей убит стал автомобиль женщины, который был практически сразу продан. Также, воспользовавшись ключами убитой, мужчины вынесли из квартиры все. Для задержания преступников была проведена целая спецоперация. Их разыскивали одновременно в трех регионах Украины. В настоящее время указанные преступники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. В настоящее время проводятся мероприятия по проверке указанных злоумышленников на причастность к совершению аналогичных преступлений как на территории Одесской области, так и в целом по Украине. Полиция просит быть более осторожными и бдительными при знакомстве с неизвестными людьми в социальных сетях. Не стоит испытывать судьбу. Выход на пенсию. Одних это пугает, другие ждут с нетерпением. Но главное, что об этом задумывается каждый. Сколько необходимо работать, чтобы заработать минимальную пенсию? И что делать, если стажа все же недостаточно? С 2011 года пенсионный возраст для мужчин и женщин одинаковые 65 лет. Но так как раньше уход женщин на пенсию был в 55, то сейчас для них он поэтапный. В 57,5 лет на сегодняшний день выходят на пенсию те, кто родился в период с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960 года. Это тот контингент женщин, те женщины, которые сегодня выходят на пенсию. А так, значит, равные условия. Органы пенсионного фонда назначают пенсию при наличии страхового стажа мужчинам и женщинам 15 лет. Вот это гарантировано. Сегодня при этом стаже можно обратиться в органы пенсионного фонда. Размер пенсии зависит от стажа, года выхода на пенсию и размера зарплаты. Так, если у вас за спиной всего 15 лет официальной работы, вы можете претендовать на пенсию в размере 949 гривен. Но для того, чтобы получить выплаты в размере прожиточного минимума, который на сегодняшний день составляет 1312 гривен, должен быть обязательный стаж 30 лет для женщин и 35 для мужчин. До 2004 года он считался по трудовой книжке, и в него засчитывалось время учебы, служба в армии, период ухода за ребенком. Теперь же все иначе. Начиная с 2004 года, если вы учились на стационаре, то этот период будет зачтен вам в стаж, если вы заключите договор добровольного страхования и заплатите за период учебы. То же самое неработающая мама по уходу за ребенком до 3 лет, если она не работает, то тоже. Если же вы сомневаетесь в том, что правильно посчитали свой стаж, специалисты рекомендуют обратиться в пенсионный фонд, где это сделают за вас. После этого, если вам все же не хватает нескольких лет для получения минимальной пенсии, вам стоит заключить договор добровольного страхования в фискальной службе. Там вы сможете докупить недостающий стаж, месяц которого обойдется в 704 гривны. Но тем, у кого нет стажа вообще, также есть на что рассчитывать. Для них предусмотрена социальная пенсия. До 2005 года органы пенсионного фонда назначали социальные пенсии. Это социальные пенсии тем лицам, которые не имеют стажа. Сегодня органы пенсионного фонда не назначают такие пенсии. Исключение единственное составляют инвалиды. Пенсия по инвалидности назначается при наличии стажа от 1 года до 15 лет. Это в зависимости от того, в каком возрасте наступила инвалидность. И зависит от группы инвалидности. Для того, чтобы получить социальную пенсию, желающие должны обратиться в органы труда и социальной защиты населения, где вам и расскажут, какие документы необходимо собрать. Ровная спина – это залог прекрасного самочувствия. Но как часто вы соблюдаете правильную осанку, сидя на рабочем месте? Этим вопросом задались студенты Одесского политехнического университета. Как результат – новый прибор, который поможет избежать множества проблем. Идея создания девайса для контроля правильной осанки Mavix пришла к разработчикам еще на третьем курсе университета. Толчком послужило то, что практически все студенты политеха за своим рабочим местом сидели сгорбившись. Руководство вуза поддержало инициативу ребят. Предоставили лабораторию и дали возможность посетить европейскую конференцию, на которой они представили свои наработки. Кроме этого, в декабре этого года разработчики участвовали в мировой выставке в Лас-Вегасе. Мы придумали сделать устройство, которое будет запоминать исходное положение человека ровно и потом в онлайн-режиме мониторить, как изменяется положение его корпуса. И как только человек отклоняется, он горбится с улицы или как-то сидит неровно, устройство вибрирует, тем самым стимулирует его выпрямиться. Сейчас над устройством работает команда из 10 человек. Это разработчики, дизайнеры, финансисты и координаторы. На данном этапе приложение не только контролирует правильную осанку, но и выполняет роль фитнес-трекера. Это позволяет отслеживать, просчитывать и корректировать время работы и отдыха. Тут перерисовывается позвоночник, это означает сейчас ровное положение. Вот. Я его креплю на себя, я его синхронизирую. Вот. Сейчас означает, что я сижу ровно, сейчас он перерисуется. И как только я, например, горблюсь, там, сутулись, он начинает вибрировать. Я сейчас чувствую вибрацию и, соответственно, перерисовывается это, визуализируется в приложении. Когда я чувствую вибрацию, я знаю, что мне надо выпрямиться, я выпрямляюсь, он перестает вибрировать. Разработчики на достигнутом останавливаться явно не собираются. Их цель – создать верного помощника для человека, который следит за своим здоровьем. Поэтому впереди еще много работы по усовершенствованию и внедрению разных новшеств. Возможно, мы еще как-то сделаем трекинг сна. Посмотрим для того, чтобы полностью мониторить, помогать людям. Там, советы по питанию в зависимости от активности и образа жизни. Сейчас команда Mavix готовится к запуску массового производства в Китае. Ребята ведут активную работу над рекламой и удобной архитектурой приложения. Все желающие могут оформить предзаказ на краундфаундинговой платформе Kickstarter. Так гаджет обойдется вам всего в 49 долларов, что на 21 доллар дешевле, чем на полках магазинов в декабре. А керманский таможенник получил взятку в размере 100 долларов за беспрепятственный проезд на территорию Украины мужчиной и двух авто на болгарских номерах. Мало того, что продешевил, так еще и попался. Не место таким на наших границах. В смысле, взяточникам. А у нас совсем те еще новости. Одесса славится смелыми архитекторскими решениями. Оказывается, у нас в городе появились архитекторы-фокусники. Вместо трех акаций появилась летняя терраса-кафе. Секретами своего трюка будут делиться только с правоохранителями. Непогода повалила 12 деревьев, но коммунальщики убирать их не спешат. Одесситам старой закалки не привыкать брать топор в свои руки. На этот раз, чтобы рубить деревья. Но такое безразличие коммунальщиков может одесситам и надоесть. На полках Таврии под видом обычной икры может попасться желе из красной икры. Нет, это блюдо совсем не новое, а скорее наоборот, очень старое. Жаль, что не все покупатели это понимают. Участок трассы Одесса-Вознесенск в дождливую погоду радует только любителей ралли. Потому что он скорее напоминает болото. У обычных водителей преодоление 12 километров отнимает час. Всего час, а сколько драйва. Сегодня на улице заметно похолодало, и каждый утепляется как может. Но некоторые не знают меры. В городе разгуливал мужчина в теплой кожаной куртке, да еще и с песцовым воротником. Такого песца в городе не видели давно. Для обычного человека день рождения бывает только раз в году. А для творческого это торжество может затянуться на несколько месяцев. 9 июля состоится очередной на этот раз летний бенефис одесского джентльмена Олега Филимонова. У каждого Одесса ассоциируется с чем-то своим. Для кого-то это оперный, для кого-то Приморский бульвар, а для кого-то это человек. Олега Филимонова у нас знают и любят давно. Так что неудивительно, что бенефис в честь дня рождения зимой прошел на ура. Правда, попасть на него смогли не все. Так что просьбы повторить на бис посыпались практически сразу. И вот просьбы услышаны. 9 июля в Украинском театре, я надеюсь, при большом стечении народа, состоится большой летний бенефис Олега Филимонова. То есть меня. Имени Минет, как говорил когда-то профессор Столярский, называя свою школу Столярского. Это школа имени Минет. Поздравлять именинника и радовать публику будут те, кто еще не успел этого сделать в рамках прошлого бенефиса. Программа, как всегда, очень насыщенная и продуманная в то же время. Смеяться больше двух часов подряд очень сложно, поэтому артисты пожалеют своих зрителей. И юмористические номера будут разбавлены танцевальными и эстрадными. В этой программе, конечно, будет больше юмора. Там, собственно, все пронизано юмором от самого начала до самого конца. Хотя, конечно, там вокальные номера. Леша будет петь смешные песни, а Валя Куба будет петь Утесова и Лещенко. То есть это все-таки такой жанр шансона, но в хорошем смысле этого слова шансона. Анечка Ткач будет петь. Это джаз. Виновник же торжества, признается, такое длительное празднование дня рождения дается нелегко. Но в первую очередь оно не для него самого, а для поклонников его творчества. Хотя встречи со зрителями ждет с нетерпением. Я, конечно, устал так долго праздновать свой день рождения, но дело в том, что это не подряд. Слава Богу, потому что я бы спился. А так нормально, вот разок тогда, разок тогда, разок тогда. В общем, в принципе, я думаю, что Одесса заслужила такого большого представления. И действительно собираются топы, собираются лучшие люди. Это для вас Одесситы, для вас гости нашего города, ну и, конечно, немножко для меня. Билеты в кассах Украинского театра еще есть, но это, как показывает практика, ненадолго. Так что желающим увидеть летний бенефис Олега Филимонова стоит поспешить. Ведь пожалеют лишь те, кто не пришел на это шоу. Итак, 9 июля Олег Филимонов ждет вас на своем бенефисе. Вы смотрели те еще новости на Медиаинформ. Телефон нашей редакции 737-7016. Спасибо, что были с нами. Хороших вам новостей. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин